всем привет с вами павел куксенко я являюсь сооснователем и президентом национальной ассоциации аукционных брокеров продолжаю рубрику юрист на час сегодня поговорим об агентской схеме у многих она вызывает больше вопросов нежели ответов некоторые вообще не верят что это возможно а я вам скажу что абсолютно реально все это работает и причем чем чаще мы это делаем тем чаще это работает но многие арбитражные управляющие к великому прискорбию игнорируют данные посылы и игнорируют то что написано в ряде законодательных актов законе о банкротстве об агентской схеме не сказано ни слова это действительно парадокс но в гражданском кодексе 1005 статья говорит о том что агентским правоотношениям в российской федерации быть они имеют место быть это абсолютно нормально это стало нашей повседневностью когда кто-то кого-то просит сделать за него какие-то действия и в нашем случае 1005 статья позволила нам на законных основаниях зайти в аукционы по банкротству это то чем вы сегодня очень умело и активно пользуетесь то что сегодня несет вам деньги так вот друзья встречается ситуация когда арбитражный управляющий отклоняет заявку делая вид что они не понимают о чем идет речь тупо следуя тому что написано в законе о банкротстве к примеру отклоняет вашу заявку либо допускает ее объявляет вас победителем но при этом говорят что имущество я буду оформлять на тебя уважаемый брокер они на твоего принципала который с которым ты сюда пришел многие арбитражные управляющие просто не знают о том что вообще подобное предусмотрено они смотрят 127 федеральный закон и говорят здесь написано кто подал заявку тот объявляется победителем и него переходит право собственности с ними заключает договор купли-продажи и с ним веду весь диалог но многие из арбитражных управляющих отказываются включать головы отказываются замечать что есть еще и гражданский кодекс есть еще и практика и многие из них откровенно говоря засовывают нам палки в колеса так вот коллеги чтобы этого не было чтобы это не повторялось наш соратник направил запрос федеральную антимонопольную службу господину артемьеву на что тот любезно расписал как вообще это все работает так вот коллеги давайте процитирую по сделке совершенный агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала права и обязанности возникает непосредственно у принципала мы являемся агентами принципал это наш инвестор коллеги таким образом положение закона о банкротстве не содержит запрета на участие в торгах агента действующего в интересах принципала уважаемые соратники не дайте себя обмануть не дайте хитрым арбитражным управляющим сделать так как им удобно очень часто они боятся делать то что им просто-напросто непонятно если мы будем показывать позицию федеральной антимонопольной службы на сей счет то ни у какого арбитражного управляющего вопросов возникать не должно а если вопросы и возникнут то мы отправляем его в официальное разъяснение господина артемьева против этого уже не попрешь уважаемые коллеги полный текст этого письма мы обязательно в ближайшее время опубликуем поскольку официальный запрос от ассоциации мы уже направили именно ответ на наш запрос мы сможем опубликовать тот ответ который у меня имеется к сожалению содержит персональные данные нашего соратника и я размещать данный текст не могу но чуточку позже мы обязательно разместим следите за нашими официальными источниками будьте грамотными не дайте себя обмануть и зарабатывайте хорошие деньги это на подписывайся на канал жми лайк жми в колокольчик и будет тебе счастье у меня есть я у у у у у у у у у